Сегодня проект Экорейд в самой необычной географической локации. Мы оказались на стыке Европы и Азии. Все правильно, мы в городе Оренбург. Мы вам расскажем и самое главное покажем, какие экологические проблемы здесь обнаружили и что по поводу всего этого думают местные жители. Участники проекта Экорейд проехали через весь город и посмотрели, что на самом деле происходит с экологией и какие экологические вопросы больше всего волнуют оренбуржцев. Ну а в целом с экологией в городе какие есть проблемы? Ну вот видите сами какие-то проблемы. Это же ужас. Ужас. Проблемы тут во многом те же, что и везде. Грязный воздух, в котором виноваты крупные промышленные предприятия. Сильный износ канализации, который привел к многократному превышению сероводорода в городском воздухе и, конечно же, мусор. Складывается ощущение, что мусорная реформа, прокатившаяся по стране еще три года назад, прошла мимо Оренбурга. Другого объяснения творящемуся безобразию нам найти пока так и не удалось. Загрязнение атмосферы связывают с деятельностью в регионе почти полутора тысяч предприятий. На долю которых приходится 95% выбросов загрязняющих веществ. Область входит в первую десятку регионов с наибольшими выбросами, которые составляют около шести тонн. То есть на одного жителя области приходится более 300 килограммов загрязняющих веществ. А всю эту картину дополняет прохудившийся водоканал, который вносит свою лепту в череду экологических бед Оренбурга. Итак, мы начинаем серию репортажей из Оренбурга, куда выехала съемочная группа проекта. Оренбург – это фактически зона экологического беспредела. Вот здесь вот, буквально в паре километров от меня, находится огромная несанкционированная свалка строительных отходов. На протяжении долгого времени власти пытались ее закрыть, но в итоге не нашли ничего лучше, чем просто перекопать к ней подъезды. И что вы думаете? Серые ввозчики, не доезжая до этой незаконной свалки, стали сбрасывать строят ходы прямо здесь, на обочине дороги. И только посмотрите, что это за строят ходы. Это явно остатки какого-то большого жилого дома. Представляете, уровень циничности и беспредела этих людей, которые скидывают вот этот весь мусор здесь. Уже на подъезде к городу мы заметили огромное количество несанкционированных свалок, которые разбросаны буквально по всей округе Оренбурга. Ребят, езжайте на огурсвалку, почему 6 тысяч за тонну там сделали на выгрузку? Просто он загружает здесь прям, ну, фактически на грунт. Это является природоохранным нарушением, грубейшим причем. Мы туда и выгружаем. Не, ну а вы при чем здесь показали? Вы-то законы тоже читать должны. Вы же знаете, что это нарушение, что это 300 тысяч для юрлица штраф за каждую выгрузку. Водитель сейчас попадет в ваш наполтинник. Ну вы что так людей-то подставляете? Нелегальные полигоны – это больная тема для Оренбурга. Нечистые на руку предприниматели то и дело вываливают отходы в непредназначенные для этого места. А все почему? Никто не хочет тратить деньги. Гораздо проще скинуть мусор куда попало, чем везти его на полигон, где его отсортируют и отправят на переработку. Кстати, такой полигон в городе есть. И, как ни странно, он работает. Но нарушителей это не останавливает. Ну звоните главе, вы решайте с ним. А при чем здесь глава? Глава здесь ни при чем. Выгружает-то не глава, выгружает-то вы. Дектируйте, что хотите. Там в общем проблема вообще. Не, ничего не проблема. Есть договоренности, как бы. И все. Под прикрытием местных администраций они продолжают возить мусор на закрытые свалки, закапывать бытовой мусор и маскировать его под утилизацию грунтов. Одного из таких нарушителей мы поймали за руку. Вы видели, что сейчас в котловане лежит? Да, сейчас. Нет? Ну, вы имеете в виду, что то, что вы сейчас пристоите, вы покрываете, являетесь участником экологического преступления. И будете привлечены к ответственности. Руководство своему передайте информацию, пусть готовится. Скоро ждет проверка всех. Ох, смотри, сколько. С нашим появлением работы явно ускорились. Одна за другой машиной сюда прибывает. И очень-очень торопится поскорее засыпать остатки котлована, где еще недавно было огромное количество бытового мусора. А сейчас какие-то ветки, металлические конструкции, еще что-то. Поскорее замести следы, скорее все засыпать и побыстрее уйти от ответственности. Но мы это так просто им сделать не дадим. Ну вот как раз, собственно, как происходит это преступление. Вот здесь вот видно огромное количество пластикового бытового мусора, который здесь присыпали грунтами и строят ходами. Вот ей-то машина. Скорее всего, это соучастник этого экологического преступления, который как раз покрывает весь тот бытовой мусор, который здесь закопан под моими ногами. Но Экорейт обязательно докопается до правды. А что происходит в самом городе? Кто следит за тем, в каком состоянии находятся контейнерные площадки и как из них вывозится мусор? Вот пример образцово-показательной контейнерной площадки в городе Оренбург. Посмотрите, здесь есть контейнеры для вторсырья, для пластиковых бутылок, смешанных отходов и в том числе крупногабаритных мусора. И что самое интересное, если заглянуть, то действительно жители ответственно подходят к сбору. Посмотрите, что у нас здесь лежит. Пенопласт, пластик, упаковка. И что самое интересное, здесь даже огромная вот такая вот целая куча пластиковых вышечек. Но большинство площадок выглядит совсем иначе. А зачем вы вот так вот это кидаете, скажите, пожалуйста? А кто это будет убирать? Вот вы себе как это представляете? Куда контейнер заказываете, вывозите или вот сюда в мусорные баки? Какой-то общий мусор, ребят. Здесь приезжает, вот мусоровоз приезжает, который загружает баки. Как вы себе представляете, они будут это убирать. Ну и, конечно, отличное отношение местных властей, да, там, не знаю, городской администрации, кого-то, которые вот таким чудесным образом разместили контейнеры для вторсырья. Посмотрите, как удобно к ним подойти, да, сквозь ветки, какие-то канавы, еще что-то. То есть мне вот нужно продираться фактически, чтобы что-то сюда выбросить. Ну, что вообще за дела, ребят? Ну, как мы собираемся двигать мусорную реформу и как мы собираемся достигать показателей нацпроекта экологии с вот таким вот отношением к мусору в крупном городе, в таком крупном городе, как Оренбург? И мухи, и крысы, и мыши. А летом, так это вообще, это ужас, что здесь творится. И маслы, и мясные, и каких только отходов тут не кидают, тут вонища невыносимая. Складывается ощущение, что местную администрацию больше всего волнует благополучие серых возщиков, чем реализация президентских программ и благополучие граждан. Чистый дом, чистая улица, чистый город. Офигенная здесь вот улица чистая. И, извините меня, офигенный чистый город вот с таким вот отношением к мусору в Оренбурге. Без слез не взглянешь. Мы много чего повидали, но это, конечно, полное безобразие. Будем разбираться в этой проблеме и привлекать власти к ответственности, чтобы они, наконец, начинали что-то делать для того, чтобы город был по-настоящему чистым, а не выглядел, извините меня, вот так вот. Проблем с экологией в Оренбурге сегодня хоть отбавляй. Подробнее на каждой из них мы остановимся в наших следующих расследованиях и расскажем, кто тормозит развитие города, почему даже губернатор саботирует реализацию национальных проектов России и когда жители Оренбурга смогут снова дышать полной грудью. Редактор субтитров А.Семкин